Здравствуйте! В эфире ЯТВ. Это значит программа о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург». В студии работают Константин Портных и Анастасия Шулепова. Сегодня в выпуске. Смотрите. Ходите правильно. Одно из ключевых правил культуры безопасности. Учимся спасаться. План эвакуации в действии. Просто о человеке. Главный ученый компании отметил юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из причин травмирования – пренебрежение к мерам личной безопасности. Возможно, поэтому одно из ключевых правил культуры безопасности, разработанных в «Газпром Добыча Ямбург», гласит, что работники должны не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями. Как правильно ходить, узнаем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе на урок математики нас учили, что самый короткий путь из одной точки в другую – это прямая. В реальной жизни не все подчиняется законам математики, и иногда желание сократить время и расстояние может привести к обратному эффекту. И, передвигаясь из точки А в точку Б, можно оказаться не в точке Б, а в медико-санитарной части. Запрет передвижения под модулями даже без нормативных предписаний и красно-белых предупреждающих табличек должен быть очевиден. Но, судя по народной тропе, соблюдается он не всеми и не всегда. О том, где в Ямбурге можно ходить, зимой легко определить по темно-бежевым тропинкам. Каждое утро работники Управления по эксплуатации вахтовых поселков прокладывают их, чтобы сделать передвижение ямбургцев на работу и домой безопасней. Очищают от снега и наледи, обрабатывают песком. В основном человек вышел с модуля на работу утром и пошел в сторону остановки. Вот на второй модуль мы сейчас стоим. Остановка, значит, вон там находится через дорогу, путь движения, значит, идет. Вот мы посыпаем луч, чтобы люди все равно идут туда на остановку. И через горку, а идут по дороге, дальше, значит, к картуару и через дорогу, где-то в хоро проходит. Поэтому мы стараемся посыпать именно тот участок. Ну, а там уже желание каждого человека, как он идет, значит, не можем заставить его идти именно по тому, где посыпана дорожка. Кто-то идет рядышком, кто-то старается идти по песку. Вот это именно сидят. А обувь, которая на ногах у человека. Подходы к общественным модулям, пути к остановкам, тротуары посыпают вручную. Основные дороги и широкие пешеходные зоны обрабатываются механически. Даже короткий разговор с водителем пескоразбрасывателя лишний раз убеждают, что переходить дорогу лучше в положенных местах. В основном наша задача посыпать перекрестки, места остановок автобусов, пешеходные переходы, где техника начинает останавливаться, чтобы тормозили, успевали на перекрестках. В случае неудовлетворительного состояния пути передвижения ямбуржцы всегда могут обратиться на телефон горячей линии для исправления ситуации. Могут, а правильнее сказать должны, они и сами заботятся о собственной безопасности. Потихоньку хожу, видите, без каблуков, как положено. Ну, не знаю, цепят дорожки-то вообще так-то ничего. Аккуратненько ходим, стараемся, чтобы не упасть. Ну, конечно, нужно предприниматься, смотреть, куда идешь, где накат обходить. Вот и все. Ну и это не все. Ключевые правила безопасности общества «Газпромдобычи Ямбург», разработанные на основании анализа основных причин несчастных случаев, произошедших в нашей организации в частности, и компания группы «Газпром» в целом, учли и актуальную на сегодня переписку на ходу. Для предупреждения о травмировании во время передвижения работники должны не отвлекаться на чтение и отправление мобильных сообщений. Всегда руководствуюсь этим правилом. Смотрю под ноги, не держу ничего в руках. Телефон имеется в виду и такие средства. Потому что переживаю, все-таки падение чисты. И все это из-за того, что человек не следит за собой. Больше из-за этого. Замечания, выговор, меры материального воздействия, увольнения. Все эти последствия, нарушения прописаны в том числе и в ключевых правилах безопасности. Но кроме страха быть наказанным, у человека есть и другие чувства. Инстинкт самосохранения, забота о собственном здоровье, ответственность перед близкими людьми и семьей. Это и есть основная движущая сила на пути к повышению культуры безопасности. И еще о нашей с вами безопасности. Практические отработки планов эвакуации – важная составная часть профессиональной подготовки персонала объекта. Будь то жилое здание, офис или производственное помещение. Это основная форма контроля подготовленности персонала к тушению пожаров. На объектах «Газпромдобыча Ямбург» тренировки по эвакуации проходят в Ямбурге, Новом Уренгое и на Заполярном месторождении. Про опыт в Заполярке расскажет Алексей Базарнов. Срабатывание пожарной сигнализации и включение автоматической системы оповещения дали старт практической тренировки по эвакуации в инженерном корпусе «Газпромдобычи Ямбург» в поселке Новозаполярный. Сотрудники всех подразделений, расположенных в здании, в соответствии с инструкцией, начали покидать опасный объект. Персонал обычно не предупреждается о таких мероприятиях. Просто чтобы действительно посмотреть более приближенные к реальным условиям действия персонала, как он будет действовать, в том числе проводить работы по эвакуации работающих внутри, первоначальные действия, вызов пожарной охраны и действия, возможно, условные по тушению пожара. По легенде, возгорание произошло недалеко от центрального входа. Место обозначили сигнальной лентой. Поэтому всем пришлось покидать здание через запасные эвакуационные выходы. Одновременно с началом практической отработки сотрудник службы корпоративной защиты, находящийся на проходной, известил о происшествии спецслужбы и приступил к условному тушению, поскольку пожар был в начальной стадии. Планы учения проводятся периодически для того, чтобы обслуживающий персонал знал свои действия на случай возникновения пожара и нештатной ситуации. В целях того, чтобы персонал тоже понимал, что в случае пожара через какие выходы ему надо идти, чтобы сохранить жизнь работников. После эвакуации производится списочное уточнение всех эвакуированных. Подобные мероприятия были проведены в медико-санитарной части Новозаполярного и в общежитиях вахтового посёлка. Алексей Базарнов, Эдуард Баркалов. Заполярное месторождение. А сейчас о людях нашей компании. Этот человек возглавляет всю научную деятельность «Газпромдобыча Ямбург». Он автор и соавтор многочисленных книг, почётный работник акционерного общества «Газпром», лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации. А ещё он член Международного газового союза, и вопросы экологии на предприятии тоже его тема. Речь идёт о докторе наук, профессоре, заместителе главного инженера по научно-технической работе и экологии, Анатолии Арабском. В сентябре этого года Анатолию Кузьмичу исполнилось 70 лет. Просто о человеке расскажет Елена Арсентьева. Анатолий Кузьмич Арабский, корнями из Восточной Сибири. Родился в Улан-Удэ, столице Бурятии, в семье строителя. Трудно сказать, где родовое гнездо Арабский. В силу профессиональной деятельности родителей детство Анатолия прошло в Забайкалье. Школу заканчивал в Узбекистане, в Фергане. А потом Москва, МГУ, факультет физики. Всё-таки школу закончил с серебряной медалью. Поэтому, наверное, и подавал надежду. Во всяких случаях, во всяких олимпиадах участвовал. На слишком высокий, наверное, уровень не поднимался. Самый-самый. Но всё-таки побеждал. Сейчас уже трудно вспомнить все эти нюансы. Но нравилось всё это дело. Вот и всё. И тогда модно было. Все говорили о том, что физики решат всё, что можно. Ну, здесь масса нюансов. А потом уже дальше пошло. Нельзя утверждать, что юный Арабский был, как сегодня принято говорить, ботаником или заучкой. Просто многое ему давалось легко. Способный парень. Например, в музыкальной школе учился на опережение. Два класса за год. Сначала на аккордеоне, потом на контрабасе. Поскольку школе нужен был симфонический оркестр, а симфонический оркестр без контрабаса – это как бы не то. За контрабасом стоять может только подросток довольно высокого роста. Маленькие дети же не могут стоять за контрабасом. Они слишком маленькие, не дотянутся своими ручками. Вот меня и отменили общее фортепиано. Вместо общего фортепиано ввели контрабас. Сказали, это тебе будет хлеб с маслом в будущем. Был хлеб с маслом? Ну, я не знаю, был ли хлеб с маслом, потому что я музыкой профессионально не занимался. Я закончил школу музыкальную с рекомендацией поступления в музыкальное училище. Ну, поехал и поступил на физический факультет. С контрабасом Анатолий Арабский не расставался и в МГУ. В семейном видеоархиве сохранились любительские съемки 60-х годов прошлого века. В молодом арабском прекрасно уживались и физик, и лирик. Как раз физики и лирики сочетаются очень хорошо. Ни разу не видел лирика, который стал бы физиком. Петь не люблю, хотя бы очень хотелось. Поэтому и гитару, наверное, не съел. Бас-гитара – это все-таки ближе к контрабасу и немножко попроще. Куда ни нажми, всегда попадешь, потому что рожки стоят. А вот на контрабасе, как на скрипочке, надо попадать точно пальчиками на грифе туда, куда надо. Только что он большой, струны сильно натянутые. Последний раз когда держали в руках инструмент? Когда я закончил университет, я перестал играть на аккордеоне, стало некогда. И на контрабасе перестал. Правда, в этом году увидел контрабас, взял в руки. Ничего, стойка есть. Но два раза дерган, чувства нет, больше нельзя. Потому что можно мозги на пальцах набить моментально. Он – автор многочисленных научных трудов. Сколько издано книг, на обложках которых значится его фамилия, Арабский даже не считал. Но вот одну, изданную в единственном экземпляре, он бережно хранит. Вот чтобы научиться красиво и грамотно писать научные статьи, я считаю, что даже надо уметь писать и стихи. Правда, я больше их писал как научные работы. Потому что вдумываешься, впрочем, смотришь на того же Пушкина, сколько он черкал, пока подбирал слова. Тоже ведь это определенная работа. И тоже, наверное, научная. Поэтому не зря у нас есть гуманитарные науки и естественные науки. – То есть стихами, получается, вы тоже баловались? – Тоже баловались. – Или не баловались? Или это был какой-то труд, и можно даже книгу стихов арабского создать? – Книжку мне как-то взяли, подарили. Я баловался, баловался. Мне просто взяли и издали в одном томике издание того, что я людям писал в качестве поздравления. Ну и так бывало. Ну, потом переросло в то, что пришлось писать гораздо больше по научной части. Поэтому на это просто не хватает времени. Но иногда бывает так. Супруге, если хочется приятно сделать, возьмешь и напишешь хорошие. Такое стихотворение. Нестандартное. На последнем курсе Арабский женился. Его избранница закончила Губкинский нефтегаз. Анатолий Кузьмич и Раиса Викторовна вместе уже 48 лет. Но тогда, в начале 70-х, у них родилась первая дочь, и молодые решили ехать в Тюмень. Там открывался инженерно-строительный институт. И вновь принятым на работу давали квартиры. Трудовая биография Арабского началась с преподавательской деятельности. Спустя 9 лет следующее место работы приблизило его к Ямбургу. Один из моих знакомых перешел в Сибирский научно-исследовательский проектный институт нефтегазо-промыслового строительства. Мы как-то с ним встретились. Он говорит, вот есть задача, через которую можно подойти к надежности блочных комплектных устройств, но никто не может ее решить. Посидел, говорю, да вот так должна решаться. И подумали, да, действительно, направление есть из физики как-то решать. Говорит, переходи к нам. Ну и взял и перешел, потому что в строительном институте как-то не вязалось совсем с наукой. Перешел, и за три года я эту задачу раздолбил, и до сих пор еще ей занимается, потому что эта перспектива до конца не внедрена. Этот институт как раз проектировал суперблоки для Ямбурга. Мне понравилось, что в практике здесь был такой заместитель генерального директора Губин. Выступил, а я его поддержал, то есть выступил против наших проектировщиков, потому что они не совсем понимали то, что делали. И потихоньку так завязалась работа, которая в 93-м году, когда пошли всякие вот эти развалы, поскольку я уже сюда ездил и контролировал состояние сёг, перешел на Ямбург. С 1993 года Анатолий Кузьмич сначала в должности ведущего инженера, руководителя группы научно-исследовательской лаборатории «Мерзлоты», чуть позднее в качестве начальника плотно связал свою трудовую деятельность с производственным объединением «Ямбург газдобыча». 10 лет вахтовался, потом семью перевез в Новую Рингой. В 2002-м занял должность заместителя главного инженера по научно-технической работе и экологии. Если говорить об образовании Анатолия Арабского, то в его активе диплом об окончании МГУ, диплом Московского института нефти и газа имени Губкина. И кроме этого обучение ещё на 12 различных курсах, семинарах разного уровня. На последних, кстати, побывал в 2017 году. «Век живи, век учись» – это про вас. Так это про всех, это не про меня. А вы найдите любого человека, кто бы ни учился. Вы когда приезжаете же на курсы, у вас же огромный багаж знаний. Вы там преподавателям, наверное, помогаете. А я и обучал. Если я преподавал 9 лет, то я и обучал. Фонд Вернадского меня до сих пор приглашает. Вот сейчас я тоже получил приглашение на конференцию. Там же по пути будет и школа для молодых специалистов газовой промышленности. Вот я дважды выезжал на такие школы, читал лекции. Они проходили в МГУ вместе с МГУ, с Университетом дружбы народов. И меня приглашали тоже читать лекции. А вы можете быть жёстким человеком? Я стараюсь не быть жёстким человеком. Как сказать? Иногда я своим, тем, кто мне подчиняется, говорю, я вообще-то не совсем правильный начальник. Не так жёстко требую. Потому что я всегда сравниваю так. Могу ли я это сделать? Если я сделаю, сможет ли кто-то ещё сделать? Не все могут сделать то, что я могу сделать. Ну, хотя бы по тем регалиям, которые у меня есть, значит, некоторые вещи только я и могу сделать. И требовать, чтобы сделали то, что я не могу сделать. Я так не могу. Но это немножко, скорее всего, именно потому, что я больше учёный, чем начальник. Общаться с Анатолием Кузьмичом Арабским – одно удовольствие. У человека нет закрытых тем. Кажется, ему интересно всё. Кажется, Анатолий Кузьмич, что вы знаете всё. Нет. Всё не может человек знать. Всё знают все люди. А каждый знает некий свой кусочек. Ну, я встречал одного следствия, он мне говорит, вот если бы ты со мной работал, я бы тебе про этот насос рассказал, что вот там есть. Ну, ты не со мной работаешь. Он это держит как тайна. Он большой человек, потому что у него есть некая тайна, чем он отличается от других. Своим он расскажет, а больше никому. Вы, в общем-то, никогда не спорите. Это вызывает улыбку, и вы проходите мимо. И никому не пытаетесь навязать своё мнение. Своё нет. Особенно не там. Там, где это имеет смысл, то есть там, где это техническая сторона, проще можно доказать. Да, там я буду спорить. А там, где у человека такие взгляды, у этого другие. Ну, почему, если кто-то любит кислое, ему навязывать сладкое? Зачем? Когда она наступает, вот по-вашему, взрослая жизнь у человека? А Бог его знает. Не знаю. Когда почувствуешь, что ты взрослый? Вот и всё, наверное. Вы когда почувствовали? И вообще, вы себя сейчас чувствуете взрослым? Ну, как сказать. Когда я смотрю на тех, кто меня окружает, вот здесь молодёжь приходит, я думаю, какой я динозавр. Когда я приезжаю к Маргулову, встречаясь, вот мы были у него, президент Академии, Ассоциации учёных-специалистов энергетики и гражданского общества. Ему сейчас уже сколько? 90 лет исполнилось 16 сентября. А я на него смотрю и думаю, а я ещё мальчишка. В этом году Анатолий Кузьмич отметил своё 70-летие. В этом же году его маме исполнилось 90. Дочери арабского Юлия и Екатерина – врачи, уже взрослые внуки, а недавно родилась и первая правнучка. Чем вы особенно дорожите и гордитесь? Чтобы особенно дорожил. Да, наверное, всё-таки семейные ценности – это всё-таки самое главное, наверное. И семья. Удовольствие от интересной беседы получили Елена Арсентьева, Владимир Рассихин, Новый Уренголь. К теме нашего с вами здоровья. Завещание Гиппократа, что болезнь легче предупредить, чем лечить, известно всем. Но что делать, если заболевание уже диагностировано? Как с ним жить? И самое главное, как не дать недугу победить? На эти вопросы во многом призваны ответить программы профилактики, действующие в обществе. Подробнее мы попросили рассказать главного врача-медика санитарной части компании Яна Керцмана. С ним беседует Неля Хайрудинова. Здравствуйте, Ян Игоревич. Здравствуйте. А какие программы профилактики и ранней диагностики существуют в обществе «Газпром добычи Ямбург» на сегодня? На сегодня существует множество программ профилактики и раннего выявления заболеваний. Программы довольно давно существуют. В процессе нашей работы они совершенствовались. Я, наверное, остановлюсь на наиболее значимых и на наиболее проблемных программах. Ну, приведу самую, наверное, программу, которую, самую старую программу, которая у нас существует уже более 15 лет. Это программа профилактики гриппа. Далее шли программы. Это программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Программа раннего выявления онкоурологических заболеваний у мужчин и женщин. Программа ранней диагностики онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Ну и другие программы. Но если говорить еще о программах, которые самые старые, к ним, наверное, можно отнести и программу профилактики, вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Почему мы остановились на этой программе и, в общем-то, начинали ее разработку более 10 лет назад? На протяжении многих лет и до сих пор смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается лидером и стабильно занимает первое место. Эта статистика подтверждается и среди работников нашего общества, к сожалению. И, в общем-то, управлять этим показателем можно. И мы это, в общем-то, доказали на протяжении более 10 лет работы по этой программе. В чем заключается программа? В чем заключается ваш, я не знаю, контроль, наблюдение, может быть, помощь? Я здесь отмечу, что программа вторичной профилактики. То есть речь идет о вторичной профилактике. Это речь о том, чтобы предотвратить какие-то серьезные осложнения у лиц, которые уже имеют те или иные сердечно-сосудистые заболевания. То есть, например, у работников, имеющих гипертоническую болезнь или ишемическую болезнь, предотвратить такие серьезные грозные осложнения, как инфаркты миокарда, инсульты или смертельные исходы. Значит, смысл программы в том, что при выявлении данных заболеваний работнику предлагается пройти достаточно углубленное обследование, которое можно пройти у нас на базе наших подразделений. Это нагрузочные тесты, велоэргометрия, тредмилл-тесты, эхокардиография и некоторые другие. При каких-то сомнительных результатах исследования по программе ДМС или по программе высоких медицинских технологий, работники направляются в ведущие клиники Москвы, где им верифицируется диагноз, даются рекомендации на дальнейшее наблюдение, на дальнейшее лечение. Значит, работники в данную программу конкретно включаются лица, у которых имеется высокий или очень высокий риск развития осложнений, о которых я говорил. Эти лица наблюдаются, как правило, либо у кардиолога, либо у терапевта в поликлинике. Эти лица бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами. Соответственно, такой подход к динамическому наблюдению данных больных приводит к тому, что в этой группе людей как резко снижается количество вот этих сосудистых осложнений, смертельных исходов. В общем-то, то, что и показывает наша статистика. То есть, с момента введения этой программы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается. Например, на протяжении последних нескольких лет случаи сердечно-смертей по данной причине в обществе единичные. Участие в программе добровольное. И здесь, как и со случаем вакцинации от гриппа, есть противники программ. И в данном случае аргументом у людей может служить то, что они боятся. Боятся, что им поставят отметку профнепригодность. Есть ли такая опасность? Или людям не надо этого бояться? Наоборот. Чем раньше работник примет участие в той или иной программе, тем благоприятнее прогноз того заболевания, которое у него в принципе может быть выявлено. Это в том числе касается сердечно-сосудистых заболеваний. Просто нередко бывают случаи, когда, отказываясь от каких-то обследований, отказываясь от каких-то предлагаемых видов лечения, работник попадает в состояние, например, инфаркта. Соответственно, конечно, в этих случаях по выздоровлению у него будут определенные ограничения к труду. Например, к труду с физическими перегрузками. Поэтому здесь еще раз скажу, что в данной ситуации участие в программе только может положительно сказаться как на здоровье работника, так и на последующих вопросах экспертизы его профпригодности и многих других аспектах его жизни. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. А далее выпуски о том, что еще произошло в обществе за неделю в коротком обзоре. В Новом Ирингуе работники «Газпромдобыча Ямбург» два дня учились ранней диагностике и употреблении наркотических средств. Руководители среднего звена и представители службы корпоративной защиты – основная аудитория семинара. Цель данного курса – помочь вовремя заметить первые признаки злоупотребления наркотиками, показать губительные последствия этой вредной привычки и знать, что делать дальше. Навыки такой диагностики важны для комфортного климата в рабочих коллективах и общей безопасности производства. В наши дни проблема наркозависимости особенно актуальна с учетом новых и доступных видов зелья – так называемых спайсов и солей, которые широко представлены в объявлениях на улице и в интернете. «Современная наркология и современная наркомания, они имеют лицо, которое отличается от того, к чему привыкли за предыдущие годы. И поэтому нужно необходимо быть в курсе этих вещей. Это касается как настороженности по отношению к сотрудникам опасного производства, так это касается и в целом общей осведомленности касаемой и детей, и родных, и близких». В Ямбурге прошел обучающий семинар для уполномоченных представителей профсоюзного комитета в подразделениях общества по охране труда. Это плановое мероприятие в рамках программы повышения компетенции уполномоченных представителей. Особое внимание тематики создания и поддержания безопасных условий труда. Также рассматривались возможные и необходимые действия уполномоченного персонала в различных ситуациях на производстве. «Ряд моментов выделил, которые, так сказать, не так часто имеют место быть в обществе. Поэтому, так сказать, какие-то особенности и расследование травматизма, профессиональных заболеваний, организация работы по административно-производственному контролю, а также небольшой подраздел у меня, там, элементы культуры безопасности, которые сегодня внедряются в подразделение общества». Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи провела для учеников «Газпром-классов» фельдшер медико-санитарной части «Газпром-добыча Ямбург» Наталья Рогожкина. Такая встреча уже не первая, и в этот раз обсуждали действия в случаях различных травм, обмороков, ожогов и обморожения. Отдельное внимание о реанимации пострадавшего. Ведь в этом деле дорогая каждая секунда. С чего начать, кому звонить и как долго оказывать помощь. Конечно, на практике мало кто из школьников сталкивался с экстренными ситуациями в реальной жизни, но главное – быть готовым. «Мы должны проверить его состояние, есть ли у него пульс, проверить его дыхательную систему, посмотреть, нет ли у него каких-то наружных травм, посмотреть обязательно зрачки. Если нет никаких факторов жизни, то мы немедленно должны приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца». На этом наш выпуск завершен, а эту и следующие программы вы можете увидеть на канале «Ямал-регион» и на нашем канале в YouTube. Ссылка на экране. В студии работали Константин Портных и Анастасия Шулепова. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова